Ревизор в Чернигове. Это очень мажорное лакшери-местечко. Ресторан Риверсайд. Прямо на берегу весны. Ну что, проверим? Риверсайд – новый модный ресторан авторской кухни. Кажут, один из лучших в Чернигове. Ресторан высокого уровня на берегу реки Десна. Красивый интерьер и экстерьер. Очень вкусная еда, умеренные цены. Отличное место с приветливым и профессиональным персоналом. И с очень вкусными блюдами, которые сопровождаются неповторимыми подачами. Атмосферное место. Цены на уровне хороших киевских заведений. Яко Цинет Риверсайд, команда Ревизора. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я не говорю. Добрый день. Это программа Ревизор. Здравствуйте. Друзья, мы к вам в гости. Как вас зовут? Меня зовут Денис. А вы кто Денис? Я повар горячего цеха. Как часто моете кухню? Ну как, каждый вечер. А генеральные уборки когда? В конце месяца, а чаще всего в понедельник вторник. У нас зараз кінець квітня. Коли б було? Ну, нет, мы вот планируем буквально с начала недели. Мы напередодні генерального прибирання. Ну да. Плита визуально чистая. А вытяжка? Я проверил зонт изнутри. Он грязный. Просто рядом хоспер. На хоспере стоит такая дорогущая, крутая, я бы даже сказал. Сковородка. Вам не жалко? На данный момент она не используется как предмет для готовки. На данный момент мы ее просто используем как для коптильни. Многие себе даже позволить не могут такой сотейник. А вы просто в нем коптите дрова. Можно подключить. Совести у вас нет. Для этого есть коптильник. Исправим, поменяем. Исправьте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Очень приятно, Николай. Так, Вячеслав. А ну подержи. Грязная. Та начи мыта. А так? Относительно, я думаю. Видно, смотри, ого. Ну, относительно грязная. Грязная? Лучше нужно вымывать. Я передам. Да вы не передайте, вы... Доходчиво передайте. Хорошо. Исправим. Исправляйте. Ну что, поехали дальше. Ладно. Так, висок. Наверное, стикера везде. А? Стикера у нас есть как бы везде. Как бы. Сейчас только начали разбираться. Ничего себе. Килограмм десять, наверное. Это мясо сегодня разбирал лично. Я его запаковал, так как я буду каждое перепластиковывать отдельно. Чтобы оно просто не обветривалось, я его сейчас накрыл. Ну что, ладно. Выправдание приймается. Это обрез? Это обрез. Куда она? Мы используем на персонал, делаем какие-то котлетки. Тогда 100%. Вот сейчас вот 100% должен быть стикер. Будет, будет. Мы сейчас приведем его в должное состояние, либо это будет фарш сейчас. Это мясо, которое только что разобрали. Вот только буквально сейчас. То есть в холодильниках у вас маркувание присутнее. В холодильниках маркировка есть у нас. Холодильник с мясом. А этот холодильник? Холодильник с рыбой. С рыбой. Сначала посмотрим с мясом. Кроме мяса что-то там еще есть? Не должно быть. Так. А ну, шеф, держи. Это у нас медальоны, правильно? Да. Медальоны. Уже замаринован продукт. Стикер есть. 22-ое, 0-4-ое. Ну, молодец, это мне нравится. Так, это чей язык? Язык теленка. 24-ое, 0-4-ое. Хорошо. Это у нас филе. Стикеры есть. 28-ое, 0-4-ое. Это уже всю вид. Цыпленок. Цыпленок. Перец. Оп, смалин. Нужно внимательнее. Видите, вот перышки остаются. Хорошо, мы дообработали, если видели, когда в процессе. В процессе дообрабатываете, да? То есть это только полуфабрикат. Хорошо, стикеры есть везде. Да. 26-ое, 0-4-ое. С этим разобрались. Так, хорошо. И рыбку покажи мне. Рыбка золотая. Где же ты, моя? Нравится уже то, что рыба в отдельном холодильнике и не хранится вместе с мясом. Так, лосось. Покажи дату. 27-ое, 0-4-ое. Лосось не копченый. А написано лосось. Кухарь жартовый. Так. О, смотрите. Это уже филированная дорада. Есть стикер 27-ое, 0-4-ое. Глазки удалили. Внутренности удалили. А жабры? Удалили. И жабры удалили. Так, это хорошо. Вывод очень прост. Продукты хранятся правильно. В разных холодильниках. Мясо отдельно, рыба отдельно. Идемте дальше. Девочки, красавицы, кушайте варенье. Или вам не нравится наше появление? Очень нравится. Спасибо. Любовь. Кем вы працюете, Любовь? Фоваром холодного процесса. Рабочая зона чистая? Чистая. А ну-ка, а ну-ка, в сторонку. Перчатка чистая? Чистая. А сейчас? Чистая. Не обманули. В холодном цехе рабочие поверхности. В порядке. Так, ну давайте посмотрим еще вот этот большой холодильник. Что здесь? Морозильная камера. Что в морозильной камере? В морозильной камере у нас сейчас временно. Не подсматривай. Верхний полк сорбеты десерты. Полуфабрикаты, которые мы используем на холодном. Нет, мяса там нету. Там на полке есть рыба, которая используется на салаты. Вот такой неочекована заявочка. Десерты, рыба, кефирчиком все это отполируем. И пойдем потом мыть руки. Десерт у нас пока время не стоит, так как у нас поломался холодильник для десертов. Обычно у нас отдельно в шокере вместе. Ты понимаешь, что десерты вместе с рыбой, это вот тебе меч и делай себе харакири. Я не спорю. Посмотрите просто как он здесь. Ну давайте, через полку. Практически так. Практически так. Смотрим морозилку. Это сферы из белого шоколада. Стикер есть. 28, 0, четварта. Контейнер. Не герметично, но закрыт пленкой. Внутри есть бумага. Это хорошо. Это что у вас? Тесто. Десерт. Тесто. Ра. Неразборчивый почерк. Тесто на равиоли. А, на равиоли. Червоного кольора равиоли? Да, да, да. Со свекольностью совершенно. А теперь давай дивиться, как далеко те, что не может быть с десертами поруч. Рыба находится на раз-два, на третьей полке. Вот она, я ее вижу. Она вся завакуумирована. Это лосось с датами 28, 04, а на этой заготовке дата тоже 28, 04. Ой, вот дюхать всегда найдется. Кусочки рыбы, это уже обрезь без вакуумной упаковки и без дат. Не досмотрели справа. Вот что такое хорошо, а вот что такое плохо. Комментируйте. Комментировать нечего, просто не досмотрели, будем исправлять. У вас есть какие-то наказания? Ну, будет качать попу приседать тот, кто работает на холодном. Любовь, здаётся, вам зараз доводится качать попу. Приседайте теперь за это. Я... У нас коллективно все на собранниках поприседаю, поджимаю. Майже вселюдное почування. Ну, будем исправляться. Реально, бывает очень много людей и... Ну, где-то провтыкали, может. Просто бывает, что не успеваем. Залётчик? Залётчик. Так. Ну, рыба на самой нижней полке. Не обманули. Так. Пошли дальше. О, такая классная тут выдача. Лампы специально дорогущие. Они имеют инфракрасный луч. Этот луч сохраняет тепло блюдо. Блюдо не успевает остывать. Вперше за 9 сезонов так и бачу. Лампа чистая. Прекрасно, что в страву пилюка не попадает. Тут кто-то это очень хорошо пильнует. А далее за планом фритёр. Смотрите, вот это анализатор масла. Ну что, поехали. Масло хорошее. Анализатор нам показывает, что на этом масле можно готовить. Так, идём мойку посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Милая вы моя. У вас такой передник. Защищающий. Влагоустойчивый. Как вас зовут? Елена. Очень вам приятно. Посуда у вас чистая? Ну, нет, пока никто не жаловался. Покажете? Капель воды нет. Чистая. Давайте ещё одну тарелочку посмотрим. Потёка воды нет. С обратной стороны чистая. Ну что, посуда чистая. Вы умничка. Итак, это была кухня Риверсайд. А теперь давайте осмотримся в зале. Вот интерьер мне нравится. Я называю это лакшери-минимализм. А кто-то тут? Так, так, да куда это вы убегаете от меня? Давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Яна. Я управляющий этого заведения. Вот приехала тоже посмотреть, как вы снимаете. Ну, то дивиться. Пыль протираете? Звычайно. Везде? Да. А там, где я проверяю? И там, где вы проверяете, мы тоже пыль протираем. Как вы думаете, там как? Я думаю, что там все в порядке. Я даже уверена в этом. А це зухвалу. Нет пыли. Нет пыли. Супер. Так, давайте вот эту ламбу посмотрим, которая в углу. Ну, вот уверен почему-то, что найдем пыль. Пыли нет. А внутри плафона чисто. В плафоне грязи и пыли тоже нет. Ну, что, замовывание? Ну, давайте, давайте что-то закажем. Возможно, я смогу что-то предложить. Шеф. Вы сами? Стараюсь выходить до принятия заказа и после. Ну, тогда, наверное, и меню знайте. На зубок. Наверное, знаю. А ну, давайте официанты сюда пригласим. И вместе с официантом проверим еще и повара на знание меню. Потому что он сам нарвался. А ось и официантка. Так, Мария, здравствуйте. Ну, давайте вот. Закуски. Самая первая строчка. Это панакота. Это сливка сладковатая закуска. Этот ресепт привезен нашим поварам. Бу-бу-бу. Панакота из чего? Панакота из казакурузы с веленой уткой. Конфей с синего лука и копченый базилик. Так, а стоит это все удовольствие? Упс. 95 гривен. 95 гривен. Ладно, работайте в паре. Фаршмак с чем? Фаршмак с частнее из ягною полотно. И стоит это сколько? 75. Хорошо. Командная работа. Давайте последнее блюдо из рыбы и все. Вот дорадо. Дорадо у нас идет с цитрусовой розовой солью, запекается и розмарином. И стоит? Цена идет за 100 грамм это 125 гривен. Отлично. Мария молодец. А теперь шеф. Шеф, а вы знаете выходы? Я контролирую непосредственно самовыдачу, презентацию. Кто контролирует? Без контролирует старший смен. Ну вы иногда можете, вот так раз нагрянул и проконтролирует. Я могу взять тарелку, снять с раздачи и пойти привезти. Ну и отжимаются потом. Или приседают. Приседают. Либо попу качают. Да. У вас есть какие-то наказания? Ну, будет качать попу приседать тот, кто работает на холодном. Ладно, хорошо. Давайте вот стейк из свиного, шейка соусов из овощей. Выход, шеф. Если я не ошибаюсь, 200, либо 25, либо 45 грамм. Так 225 или 205? В меню написано, выход соответствует. В меню написано 230. Выхода по граммовку я могу не знать. Филе лосося с соусом чия и томленным шпинатом. Выход? Выход либо 120, либо 125 грамм. Либо 145 грамм. 145 грамм. Опять не знаете. Нехорошо. Ладно, к теме выходов мы еще вернемся. А сейчас сделаю заказ. Вот. Утка, цитрусовый дрессинг и снег из малины. Очень хорошо. Хорошо сказал, да? Как долго будете готовить? Салат готовится 10-15 минут. Сколько стоит это блюдо? 105 гривен. А кто доплачивает 20 будет? Упс. Я или вы? Ладно, не буду больше вас мучить. Краще готовьте замовлення. По ценам и по выходам мы уже прошлись, самое время вымыть руки. Кто подскажет, где туалет? Женский туалет. Морской. Идемте. Сиденье унитаза без повреждений. И с одной, и с другой стороны. Чистое. Мочок работает хорошо. Так, дюрж. Чистый. Ай, смотри, совсем новый рулон полетной бумаги. Хоч бери и шей Василий Сукнев, а потом в Нью-Йорк на международный конкурс. До речи, дизайнерка Аугуста Мансонарес так робила уже лететь. А что, дешево и сердито. Оставлю все фионы для дизайнеров. Смотри, даже стены уговенки чистые. Прибиральницам респект. Ну что, давайте уже вымоем руки. Умывальник есть? Грязь? Нет. Чистый. А вот столешница может быть грязной. Но не в этом случае. Столешница тоже чистая. Так. Это холодная. Переключаем. Горячая вода есть. Мыло есть. Бумажное полотенце есть. Сушка тоже есть. Отлично. Идем дегустировать. Як в час, но. Пожалуйста, прокладывайся. Это не зерно. Нет, это нужно. Приятного. А повара можете позвать? Да, конечно. Первое, что я могу отметить, это красивая презентация. Хорошая игра цвета. Это мне уже нравится. Ну, давай поговорим сейчас о блюде, которое ты приготовил. Это салат с уткой, карамелизированной сливой, цитрусовым соусом. Красный – это чипсы из свеклы. Белый – это снег из мальта. Это тот снег, о котором сказано в меню, да? Смотрите, снег пошел. Ну что, приступим к кулинарной экзекуции. Карамелизированная слива должна быть какой на вкус? Слегка сладковатой, с небольшой корочкой. Сахар, сливочное масло. Какую-то специю еще особую добавляли? Нет. Авторскую. Только сахар, сливочное масло и немножко любви. Хорошо. Любви нам подходит. Утка. Запах холодильника должен быть? Не должен быть. Запах должен быть соуса тирея. А ну, понюхайте. Холодильника не слышно. И я запах холодильника не слышу. Утка нежная тает во рту. Так вы еще и филировали апельсин. Кожица, наверное, осталась где-то, да? Не должна была. Если найду шкурку, отжиматься будет? Что-то придумаем, что-то будем делать. Так просто не оставим. В этом филе кожицы нет. Так, чипса. Чипс свекольный. Чипс не подгорел. Все. Хочу попробовать салат весь и сразу. Ммм. Ммм. По вкусу салат очень нежный. Весенний. Он не пересолен. Мне салат понравился. Было вкусно. Спасибо вам за перегустацию. Но так быстро из моих рук еще никто не вырывался. И вам не вдастся. Я не зря гонял тебя по выходам и всю твою команду. Сейчас в зале мой тайный покупатель сделал заказ. И мы с тобой проверим, не обвешивают ли в Риверсайде. Пойдемте. А вот и он. Ванюша, привет, дорогой. Вань, расскажи, пожалуйста, как обслуживали? Персонал очень приветливый. Предупредили, что из-за ревизии могут быть задержки. Но в целом я ждал салата порядка 20 минут. И ревизия не завадала. Тогда давайте посмотрим, что за салат заказал наш тайный покупатель. Салат с сомом. Мраморный сом, маринованная свекла, крем из порея. Выход 165 граммов. Час-зваживатый. Тариваем. Нули? Да, да, да. Волнуетесь? Нет. А ты, шеф? Я волнуюсь только за одно, что салат 40 минут и крем, который был из лука и был пышный, сейчас его нет. Но он же на вес не влияет? На вес влияет. Это текстура. Взвешиваете. Свекла пошла. Салат пошел. Вес? 93 грамма. Грибочки пошли. Чипсы пошли. Вес? 116 граммов. 143 грамма. Шеф даёт таемные сигналы? Соус должен быть вот так. Тоже, как он выглядел до этого на тарелке, это не совсем уже то. Но по выходу у вас 165 граммов, правильно? А на весах даже соусом, который вы добавили, 154. Но если мы добавляем в трех местах этот соус, как это подается изначально салатом, вот и будет вам 165 граммов. Хочете сказать, соус випарувався? Целеваете все соусом? Нет, не все. Но в этой тарелке подается соус в трех местах, который находится снизу. В момент, когда мне привезли салат, я подснял видео. Оно у меня есть. Так, раз пляма соусу, два пляма соусу. Есть, сейчас можно еще реставить. Три пляма соусу. Окей, дякуємо за то, что показал в видео. Разумеете, страва простояла дуже долго. Но соусу из-за того не из них. Можно заказать сейчас еще? Нет, это не имеет сенсу. Под камерой разговаривать салат и заваживать его снова. Конечно, я с вами абсолютно согласна. Давайте так, давайте констатуем. Но мы только что вам показали, что это действительно... Так, а мы показали предметно вам, что ваги не хватает больше, чем 5%. Мы видим, что не хватает 11 граммов. Платим по рахунках. Дайте, пожалуйста, счет мой и моего тайного покупателя. Ваня, большое тебе спасибо за помощь, за поддержку. Спасибо, Мария. Счет моего тайного покупателя 192 гривны. И мой счет за салат с уткой в 125 гривен. Спасибо. Мне придется очень крепко подумать. Мы проверили ресторан «Риверсайд» в Чернигове. На этих ревизорских весах будут белые и черные шары. Белые за ваши козыри, черные за залеты. Итак, зал. Чистый минимализм. И чистый буквально. Вид на Десну потрясающий. В туалете тоже все отлично. За зал белый шар. Кухня. На вашей кухне настолько крутое оборудование, что вы можете позволить себе в дорогих сотейниках коптить дрова. Но это все шутки. Шеф, если серьезно, то залеты на кухне есть. Ну, если серьезно, мы учтем. Мы и будем исправлять. Пусть у тебя хоть все отожмутся. Но чистота на кухне – это закон. Худелый шар. Исправишься? Справлюсь. Обещаю. Окей, верю. Авансом за кухню белый шар. Цены. За салат из утки мы заплатили 125 гривен. Это нормально. Белый шар. Дегустация. Презентация очень красивая. И салат вкусный. Зайду. Белый шар. Белый шар. А теперь обслуживание. Мария, молодец. Ну, ситуация с тайным покупателем. Поставила команду в тупик. Вы не докладываете гостям? Нет. Мы докладываем гостям. Наши весы не врут. Ребят, тут и спорить нечего. Мы не спорим. За обслуживание. Черный шар. Риверсайд. Тайный покупатель. Лучший показатель работы ресторана. Да. Нашего вы обделили. С другой стороны, у вас крутая команда, крутая кухня, крутая еда. Вот что я запомнил в Риверсайде больше всего. За залеты шеф заставляет персонал отжиматься, приседать и качать попу. У меня к вам всем тоже есть встречное физическое предложение. Прыгайте, потому что ревизор рекомендует Риверсайд в Чернигове. Это награда ваша. Мы должны быть перфекционистами. Удачи. Спасибо. И вам также. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова